Друзья мои, всем привет! Приглашаю вас со мной пройтись по городу Пинелло. Чем знаменито это место? Пинелло был основан на Лузитанском форте, основанном римлянами. Позже форт был захвачен маврами в 716 году, а затем отвоеван в 11 веке. Чуть позже губернатор Куимбры, город такой есть в Португалии, приказал возвести на месте крепости очень хороший замок, который он вновь заселил, создав таким образом христианскую деревню под защитой зубчатых стен. Пинелло получила свою первую хартию, то бишь статус города, в июле 1137 года, дарованную доном Афонсо Энритишем, что делает это графство одним из старейших в Португалии. В пешей доступности, друзья мои, если вы сюда приедете, находятся 7 церквей от 12 до 19 века, монастырь, римский дом и место, где добывали мрамор во времена римского вторжения. Тем, кто любит спелеологию, ждут пещеры, которые только открывают. Пещеры Альгаринию и Талисман считаются одними из самых больших пещер в этой стране. Помимо этого, еще много чего есть посмотреть, так что приезжайте одного дня, я думаю, вам будет достаточно. Не проезжайте, мило, заезжайте к нам. Такой замок интересный, прям как игрушечный. При этом видно, что очень старый. Ох, пейзажи какие сумасшедшие. То есть, его можно по стенам, так понял, весь обойти. Ну вот, кстати, я бы не сказал, что он маленький, большой, потому что во многие крепости попадаешь, и снаружи кажется огромное, а внутри мало-мало места. Ой, забирался далеко. О, вон там моя машина стоит. Одинокая. Португалия красивая страна. Вот так выезжаешь куда-то за города, спокойно, спокойно. Одни петухи кричат, больше никого нет. Здесь прям видно, да, что древность. Дома стояли пристроенные к стене. Такое ощущение, что археологи рылись. Да, вот смотрите. Что-то раньше было, правда? Что это? Не знаю, либо ванна, либо хоронили, отпевали. Может быть, может быть. Почему нет? Тоже явно сделано кем-то. Ну, понятно, это уже общественный туалет. Но, все равно, смотрите, люди же это делали. Проход какой-то был куда-то. Ну, не в туалет явно. Вот вы видите вот эти дырки. Сюда вставлялись колья, и это был дом. Это вот раньше так делали. То есть, делались дырки в крепости, к крепости какой-то, к стене. И делался каркас дома, и вот это был дом. То есть, здесь люди жили, конкретно жили древние люди. Сто процентов. Вот какие-то ниши у них были. Смотрите, это что? Я не досмотрел все. Все время куда-то бегу, как мне говорили, да и говорят, что-то там у него хранилось. Может, тоже какие-то бутылки, типа. Почему нет? Страна-то винная, а пьют это с незапамятных времен. Ой, смотрите, еще молоточком, как тюкали. Ой, сколько работы было. Невероятно. Вот что-то, смотрите, как это сделали. Такое аккуратненькое, да? Я не знаю, да что это такое. Ну, в общем, уют в доме был явно. Потому что все стены обработанные и полукругом таким. У нас жили древнего человека. Вот так. И вот эти вот дырочки, они, собственно говоря, везде. Уже много-много где встречал это. Если посмотреть, там тоже можно найти. Да, а вот это вот, это был уклон. Видимо, как-то они ставили, наверное, под уклон. Крыша была. Из этой серии. Возможно, на чердаке, это был здесь чердак какой-то, хранили что-то. Ну, поближе все равно к крепостям люди селились, мало ли что. Какая война. Сразу в крепость. И тишина, по сути, вообще никого нет. Не знаю, ну, магазинчики открыты, так, камера муниципал, у них муниципальные власти работают, убираются. Ну, ничего мне нравится, уютненько, но я бы, допустим, не хотел в таком месте жить, земли нет. Может быть, здесь наверху, в принципе, дома стоят, а внизу где-то у них и земля есть. А вот так вот здесь, допустим, я бы не хотел. Все равно хотелось бы поковыряться на своей земле. И тихо, да? Смотрите, только шаги мои. Гранитные, закрытые почему-то. Так, мы пришли оттуда сверху, мы, наверное, наверх не пойдем. Мы сейчас спустимся вниз и внизу посмотрим, как говорится, улочки, как здесь люди живут. Они плохо тут живут. Чистенько, чисто-чисто, кстати. Прям вообще супер. Вот мимо едете, обязательно остановитесь, отдохните. Провинциальный, провинциальный городишки. Ну, очень круто. Редактор субтитров А.Семкин Такой интересный переход на другую улицу. Друзья, вот знаете, что замечаешь, сразу же в этих городках, это неторопливость. Все неторопливо. Люди ходят медленно, спокойно. У португальцев, это у самих одно из самых любимых слов, это спокойно. Спокойно по-любому полу. Спокойно все. Никто не должен нервничать. А в этих городках они вообще суперспокойно живут. Ну, собственно говоря, атмосфера какая, никакого стресса. Живут все. Где-то работают. По мне, так это города пенсионеров. Потому что, я не знаю, друзья, какая работа. Сперва решил дрон запустить, а потом думаю, не надо. Вы и так прекрасно все это увидите. Собственно говоря, надулочками полетать можно было бы, но ветер поднялся. Мы его прошли, считайте, вот оттуда, до церкви. Дальше я не ходил. Здесь с кем-то надо вдвоем шариться. И думаю, много еще интересного можно увидеть. Был в крепости в этой, с другой стороны в крепости я не пошел, но снизу поснимал. Здесь есть еще водопад, ребята, еще что-то там, какой-то зоо, заповедник, я не знаю, или что-то такое связанное с зоопарком. В общем, если вы едете, как удобно. Можете съехать, вот там внизу одна стоянка, а можете вот здесь подняться, и как я, вот тут вот на дороге оказаться. Вот тут. Никого нет? Можете машину поставить. А ориентир, вон, бомбы ируж, пожарники. И круговое из города. Уж точно не ошибете. Все, всем пока. Ребят, тот, кто давно на канале, знают это место. Я здесь рыбачил на уклейку. Помните, год назад? И несколько месяцев назад я сюда, ну, не специально приезжал, проезжал, здесь вообще ручей был. И вот у нас маленечко-маленечко, дожди прошли, и вот смотрите, вода. Вода. Была лужа. Просто один метр шириной. Я вот здесь рыбачил с дедом. Я помню, первый раз, когда я сюда приехал, я вот здесь вот рыбачил, на этом самом месте, на этой травке, и таскал эту уклейку на удочку в первый раз одну за одной. А вообще мы с той стороны останавливаемся. Просто я хотел посмотреть, да вы что? Здесь, кстати, глубоко оказывается было, я и не знал. Вот так вот можно рассмотреть, но и этой уклейки было невероятное количество. Проблема в чем? Сейчас время нереста, и самое то, ее ловить, она с икрой. Я уже подумал, когда она будет нереститься, если воды нет. ну посмотрите, вон течение, значит с гор где-то вода прибывает. Вот считайте, вот это все, эта вода, там стояла вода полностью вообще. И щука ходила здесь, ну просто здесь окунь, щука, помните, черепахи, змеи, все здесь. Я думал, и этого не будет. Что на месте, так это ласточки. такое тут невероятное количество. Ну всегда было. Мне кажется, они и не улетают отсюда. Походу уже вылупились у них там мелкие. Точно вылупились. Ужас, сколько их здесь. Дно, конечно, каменистое. Ну сразу видно, что горная местность, да? Да и на донку здесь, я бы сказал, сложно рыбачить-то. Вот это галечки, я понимаю. Но ни одну рыбу визуально не вижу. А раньше просто этой уклейки невероятно было. Можно было рассмотреть в воде. Здесь у моста видно высокое место. Почему мало воды? А здесь уже пониже. И себе вполне похоже, что это речка. И надеюсь, что это все заполнится. И почему-то я, знаете, думал раньше, что она мелкая. А нет, она не мелкая. Речка довольно-таки глубокая. И этот приток он спадает в реку Тежу. А река Тежа она самая большая в Португалии. Вот так вот. Так что, надеюсь, снег растает в горах. И у нас здесь будет рыбалка. Очередная со змеями, с черепахами, в общем, со всем. Ну, рыбачить здесь никакого смысла и не хочется. Хотя, интересно, здесь вниз, видно на машине можно проехать, там открылась дорожка. Потому что здесь это все было под водой. Вот представляете, сколько еще должно заполниться. Ну, что-то мне кажется, месяца не хватит. Дожди опять закончились, не успев начаться. Ой, зато ласточкам какой кайф здесь. Вон из лужи пьют. Там мелкая лужа, и они из нее там пьют, дерутся. Тут у них веселье, в общем. Все, еду дальше. Ребята, я вам сейчас покажу, в каком я месте оказался случайно. Еду по трассе, смотрю, с левой стороны какой-то огромный бассейн стоит. Я не знаю, сюда можно съехать, наверное, и купаться при желании. Здесь у нас Римский мост. Самый настоящий Римский мост в одну сторону только можно ехать. О, здесь лесенка с моста. Я думаю, что при желании к речке можно подойти. Вообще круто, конечно. Ну да, здесь можно спуститься. Вообще, как нифиг делать. Боже мой, сколько этих мостов, сколько сооружений, оставшихся с тех времен. И он там, смотрите, там он еще что-то. Вон там парк, можно расположиться, посидеть. Наверху заброшенная усадьба. здесь погулять, ну, сам Бог велел. Здорово. Воздух, конечно, сами понимаете. здесь не фабрика вообще ничего нет. Стопроцентный озон. Ну, супер, супер, просто супер. Птицы летают. По-моему, аист. Наверное. Ну, сейчас я уже, конечно, не пойду сюда. Вон, кстати, там барбекю можно сделать. Вообще, прекрасно все обустроено. С той стороны отель. и видно с бассейна можно снять комнату и здесь расположиться. Но я не думаю, что дешево стоит. Не думаю. А здесь получается, его сделали как будто из сланца. Ой! Подремонтировали, видно. Сооружение огромное, конечно. И ведет куда-то туда. в другую сторону получается, да? Нет, вот здесь я сюда приехал. Ладно, будем выходить. Все посмотрели. Интересно. Жалко, один езжу как-то. А тогда здесь зависнуть вдвоем машину поставить. Там парк, парковка, можно шашлыки жарить вообще без всяких проблем. И здесь зависнуть отдохнуть на несколько часов как нифиг делать. Что это я сейчас там увидел? Вот едешь, едешь, и даже не знаешь, что можешь найти. Вы посмотрите. Одна стена осталась. Бог ты мой, я, кстати, даже не знал про это, никогда не видел. Что это такое? Я даже ключи в машине забыл. Боже мой, сколько это ему лет? Я еду, тут такие встречаются здания, такие стены, я не знаю, там много встречалось. Но это, мне кажется, все-таки португальский какой-то средневековый стиль. вон там в нишах у них стояли Божьи Матери. С ума сойти. Даже до этих лет. Все-таки здесь климат хороший. А что бы не говорить. Вот нету снега, холода, хоть одна стена, но стоит. но при этом у меня такое ощущение, что ее просто разрушили. Это-то стоит. С ума сошедшим. Едем дальше. Нет, ну правда очень красиво. Ну вы знаете, вот этот городишко я бы исследовал получше. Сюда бы приехать и зависнуть на денек, на два в округе полазить. я думаю, чего интересного здесь можно увидеть. Ну и как везде, никого. Никого. Хотя сейчас уже не время обеда, уже четвертый час. Через 200 метров поедут на правах. Ну люди живут, да? Видно, что нормально все здесь. Руины я бы не сказал, что прям руины. А привез я вас сюда давно хотел здесь побывать. Битва при Аттеллои Руши. Произошедшая 6 апреля 1384 года. Причем здесь была интересная история. Алвариш Пирейра покинул Лиссабон с 1500 пехотинцами, а Кастильская армия численностью 6000 человек. В основном кавалерия. И она осуждала деревушку Фронтеира, которую я сейчас проехал только что. Очень интересная. Где я сделал вам видео стены. Так вот, пехота как надо выстроилась и в последующей стычке Кастильская конница не сумела их сломать, понеся при попытках атаки тяжелые потери. Португальцы потерь не понесли. Ну в общем Кастильцы были вынуждены ретироваться. Вот отсюда собственно говоря и делалась португальская история. С этого места возможно на этом самом месте они и бились. Кто его знает. Может быть вот здесь. Может быть тут где поле и Озерко. Ну да. Я думаю что бились они не зря. И в общем бились королевство Португалии и королевство Кастилья и Леон. Где я совсем недавно был у моего подписчика и товарища. Так что друзья мои если будете мимо проезжать просто подъедьте и посмотрите. Все таки это история. Ну а сейчас мы едем дальше с вами. Вот по таким дорогам тоже часто езжу. Здесь две машины еле проезжают. Но они редко просто встречаются. Здесь мы проедем. Здесь проехали нормально. Ну суперские дороги. Никаких колдобин ничего нет. чего не скажешь у нас про город. В городе в любом дыры и дыры. Вот эти сельские дороги просто идеальные. Просто идеальные. милые 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 Продолжение следует...